как устроен звук что это такое наша задача это в нужный момент нажать на кнопку раз чик чик вот оно и все это так работает наше ухо это очень точный инструмент миллион разных звуков у нас есть фонотеки чудесный звук крик бомжей они отразились там от домов долетели к вам в уши всегда задачи разные это хорошо мне кажется что звукорежиссер это какое-то более общее название профессии и звукорежиссером можно назвать там множество персоналей которые занимаются работой над звуком в кино звук к кинофильму мы говорим про звук кинофильма он складывается из огромного количества из большого количества составляющих одна из этих составляющих от саунд-дизайн наравне с музыкой речью синхронными шумами атмосферами эффектами и так далее вот человек который занимается разработкой вот этих вот специальных эффектов которых как можно сказать в природе не существует откуда-то он их создает придумывает ну как музыкант короче вот этот человек он называется саунд-дизайнер. Кто так кто так использует и кто-то может сказать что саунд дизайнер вообще это тот человек который делает, в общем-то, весь звук к фильму, то есть он тоже может называться саунд-дизайнером, у меня есть знакомый, который пишет себя в титр, как у нас пишется звукорежиссер, он пишет саунд-дизайнер, то есть кто хочет, тот так и использует. Сейчас звукорежиссер на самом деле нужен во многих областях, связанных с производством видео, то есть есть звукорежиссер в кино, есть звукорежиссер на телевидении. Сейчас, как мы знаем, есть много блогеров, и блогерам тоже нужны звукорежиссеры, они пока, может быть, когда начинают работать над своим блогом, когда начинают снимать, они пока этого не осознают, но после нескольких выпусков, когда они берут красивую комнату, снимают в красивой комнате и понимают, что несмотря на то, что комната красивая, звук в ней почему-то содержит, например, слишком много эха или, например, что они понимают, что нужно, чтобы съемочная группа имела некоторую дисциплину. То есть это приходит с опытом, и в тот момент, когда, например, блогеры берут себе в команду звукорежиссера, у них происходит качественный скачок. Если я открываю какой-то TikTok, и в нем я слышу много комнаты, то я тут же свайпываю наверх и не хочу даже досматривать до конца. То есть в реальности это влияет на количество просмотров и на восприятие зрителя. Поэтому отвечая на вопрос, в чем нужно разобраться и как начать учиться. Мне кажется, что нужно понять, во-первых, что тебе интересно, и чем ты хочешь заниматься. И главное здесь начать чем-нибудь заниматься. Первое, что можно сделать, это поставить себе аудиоредактор и начать в нем работать. Что можно сделать? Можно взять любой фрагмент мультика, видео, там, неважно, выкинуть из него аудиодорожку и сделать свой вариант. Можно просто взять кусочек какой-нибудь, где никто ничего не говорит, а погоню какую-нибудь взять, сделать из тех звуков, которые есть, сделать погоню. Вот. Это первое. То есть наличие опыта работы в аудиоредакторах сейчас – это необходимость. Вот. Второе. Так получается, что если мы рассматриваем кино, то в кино можно попасть фактически только через знакомство. И нужно каким-то образом попасть в ту среду людей, которые этим занимаются. При наличии некоторого круга знакомств и базовых знаний по работе со звуком в компьютерной программе, в аудиоредакторе, это уже может дать некоторый базовый, во-первых, опыт, а во-вторых, может помочь понять, куда двигаться дальше. Вот. Поэтому мне кажется, чтобы начать учиться звукорежиссуре, нужно, по крайней мере, начать это делать. То люди лучше воспринимают информацию, лучше воспринимают видео, любой видеоконтент, если там поработал звукорежиссер. Вот. Ну, такой тренд, можно сказать, что все говорят, что сейчас нейросети, которые появляются, которые начинают применяться, в частности, для работы со звуком, что вот сейчас звукорежиссеры останутся без работы, потому что будет какой-нибудь плагинчик, когда ты поставил просто микрофон любого качества, или просто телефон положил на стол, он все записал, нажал одну кнопку, и как бы раз, у тебя все готово. Для контента, в котором в основном семантическая составляющая, ну, там, выпуски новостей, например, то там действительно, мне кажется, что через пять лет уже никакой звукорежиссер не нужен будет, просто положил микрофон, раз, нажал на кнопку, все хорошо, и сразу оно будет и записываться правильно, и чистится, и сводится, и просто все сразу будет готово к эфиру. Если мы говорим про такой контент, да, там, наверное, это будет довольно скоро. То есть я уверен, что на наших глазах, прям вот практически завтра. Но если мы говорим про съемки художественного произведения, и про художественное произведение, пока никаких даже предпосылок к этому нету. Почему? Потому что половина нашей профессии звукорежиссеров, звукорежиссеров, это общение с людьми. Пока тут как бы нет у нас конкурентов, пока с людьми лучше всего общаются люди, и как добиться взаимопонимания, например, в съемочной группе, но нейросети тут не справятся, к сожалению. Здесь тоже абсолютно субъективная моя история, потому что я вообще к звукорежиссере отношусь как к поэзии. Знаешь, это Тарковский там в одной из своих лекций сказал, что для него кинематограф существует где-то между поэзией и музыкой. Вот для меня тоже. В смысле мне очень... Извините, что я такие параллели провожу, где я и где Тарковский. Не важно. Чтобы сделать классно и талантливо, в первую очередь нужно сделать классно и талантливо. И не всегда это может быть технически классно и качественно. Главное, что всегда на первом месте идея и мысль, а потом уже как бы технологическое воплощение. Но мне кажется, что для начала надо просто... Ну, надо много смотреть кино, во-первых. Ну, короче, надо развивать вкус. То есть твой объем как бы вещей, которыми ты интересуешься в жизни, как ты за жизнью наблюдаешь. И поэтому, например, человек, который делает первые шаги в звукорежиссере, конечно, очень важно поработать на площадке. Ну, то есть поработать на съемках. Нельзя пропустить этот этап. Человеческий мозг вместе с ушами обладает такой особенностью, которая называется избирательность человеческого слуха. И называется она в научных работах «Коктейль-эффект» или там «Эффект коктейльной вечеринки». Почему? Ну, представьте себе, что вы находитесь на коктейльной вечеринке, там, в баре, да? Там вот за соседним столиком разговаривают, там, одни люди, за другим другие. Бармен мешает коктейли, играет музыка, ходят люди, каблуки. Миллион разных звуков. Человеческий мозг способен все эти звуки отфильтровать и услышать, выделить для себя. Вам очень интересно, о чем разговаривает парень с девушкой за соседним столиком. Вы это услышите. Так устроено восприятие человека. Вот если я сейчас замолчу, то мы сразу услышим кучу звуков, на которые мы внимание обращали. Микрофон такой избирательностью не обладает. Если я включаю микрофон на коктейльной вечеринке, надеваю наушники, то все звуки с одинаковой степенью громкости приходят в микрофон. И мы слышим полную какофонию. И как бы получается совсем другая картина. А если мы говорим про кино, как про иллюзию реальности, и эта реальность должна быть такая, как она у нас сейчас, то зритель, сидя в кинотеатре, должен слышать не какофонию, а он должен слышать так, как слышит человек своими ушами. Поэтому задача звукорежиссера долгим, кропотливым трудом воссоздать заново все это пространство коктейльной вечеринки. Отдельно записать каблуки, отдельно записать бармена, отдельно записать голоса за каждым столиком, отдельно записать шум вытяжки, отдельно что-то еще. В нужной пропорции все это смешать. И зрителю воссоздать этот коктейль-эффект наоборот на экране. Причем тут еще включается момент какой-то драматургии, потому что мы же можем управлять вниманием зрителя на экране. То есть, скажем, общий план. Сначала мы слышим этот столик средствами звукорежиссуры, потом слышим этот столик, а потом слышим только, как видим на крупном плане разговаривающих актеров, а слышим, как бармен мешает коктейль. То есть это так работает. Наверное, не нужно работать больше, чем 7-8 часов, если мы говорим про какие-нибудь громкие сцены. То есть есть сцены, которые физически вообще невозможны. То есть, например, бои, взрывы и так далее. Если особенно мы находимся вот сейчас в большом зале перезаписи, где действительно нужно работать на хорошей громкости, на правильной громкости, то, наверное, такие вещи не стоит делать больше, чем одну смену. Но если очень нужно, можно поработать, часть времени можно поработать на громкой сцене и потом переключиться на тихую сцену. В общем, мне кажется, что нет такого, что нужно осуждать какие-то супер правила безопасности. В постпродакшене, так мы называем финальный этап работы над звуком, который длится месяц, мы месяц сидим в большом кинозале и на полной громкости, как зритель в кинотеатре, в течение 8 часов в день слушаем фонограмму фильма. Иногда одну сцену мы слушаем по несколько дней. Это, конечно, наверное, не очень хорошо для слуха. Ну, просто нужно отдыхать, наверное, соблюдать какие-то скучные сейчас я говорю слова, соблюдать нормы, чего-нибудь там такого. Наушники. С наушниками особенная история, потому что сейчас дети там все в гаджетах, и все, у меня дети, например, ходят, не снимают просто эти Bluetooth-наушники, они просто все время Bluetooth-наушники. Они слушают музыку. Это очень плохо влияет на слух в перспективе, потому что... Ну, вообще, что такое звук? Звук — это там звуковые волны, колебания воздуха, просто колебания воздуха там с частотой 20 колебаний в секунду — это звуки низкие, а колебания 20 тысяч колебаний в секунду — это звуки высокие. И барабанная перепонка, она может колебаться как медленно, так и очень быстро. То есть медленно — это низкие звуки, быстро — это высокие. Так воспринимаются мозгом эти колебания. Под звуком воспринимаются колебания от 20 до 20 тысяч. Ну, это вот ребенок, когда рождается, он слышит очень низкие, очень высокие. Со временем вот этот порог высоких частот, он сползает в нижнюю сторону. То есть человек уже не слышит 20 тысяч герц, не слышит писк комара или что-то еще. Он начинает... Там писк комара он уже не слышит, потом он уже не слышит писк мышки, а потом он уже птичек перестает слышать в какой-то момент по утрам. Понимаете? И начинается как бы такой неполноценный мир вокруг нас. Вот если вы хотите полноценный мир вокруг вас и слышать все богатство красок, все богатство вот этих частот, то тогда, конечно, надо с наушниками осторожнее. А потом наушники, это же как бы вот как звук распространяется. Там ударил колокол, да, где-то там в трех километрах пошла звуковая волна, колебания звуковой среды. Да, вот эти вот колебания воздуха, они пока к вам долетели до ушей, они отразились там от домов, от леса, обогатились вот этим всем пространством, долетели к вам в уши и как бы ухо находится в естественных условиях. А наушники, вот эти колебания, они находятся прямо рядом с вашим ухом или вообще в вашем ухе. То есть это не естественная антропологически для человека история. То есть наушники появились куда-то, сто лет назад? Меньше. Знаете, может быть, слышали компанию Skywalker Sound Лукаса, которые на ранчо находят, такая звуковая студия мировая, известная во всем мире, они находятся на ранчо, и у них там классная студия, к ним приезжают голливудские всякие продюсеры и режиссеры, и там иногда сделать несколько сцен для фильма, и потом за счет этих нескольких сцен фильм там получает Оскара за звук, например. Вот они, например, стоят очень дорого. То есть сделать три сцены в общем хронометражом, там, 7 минут для полнометражной картины может стоить очень дорого. Как есть ручка Биг, а есть ручка Паркер. Знаете, там можно 100 ручек Биг, можно ручку Паркер. Вот так это, в звукорежиссуре точно так же работает. Есть эксклюзив, есть маркетинг. Если понимать под саунд-дизайнером одного человека из группы людей, которые работают над звуковым решением фильма, как человек, который выполняет одну из ролей, то звукорежиссер получает больше. Поскольку он несет ответственность за весь продукт, то, соответственно, эта ответственность, она оплачивается. Если считать, что саунд-дизайнер – это тот же самый звукорежиссер, который называется просто модным словом, тогда получается только же. Мне кажется, нет прям прямой зависимости. Часть нашей работы происходит в общении с людьми, с режиссером, например, если это съемки, то это экспедиция. А если это запись, например, в студии, то это, опять же, какой-то другой вид активности. Может быть, это какие-то полевые записи. Мне тоже нравится, что это всегда что-то новое такое, какое-то штучное что-то. То есть, например, может быть, ты едешь куда-нибудь за город, чтобы писать машину. У нас был пример, мы писали звук колоколов, например, на колокольне. То есть приходишь, поднимаешься на колокольню, выставляешь микрофон и слушаешь, стоишь под этими колоколами, слушаешь колокола, записываешь. То есть это по-разному бывает. Завтрак, зарядка, бассейн, путь на студию. Дальше тоже все зависит от того, какой конкретно сейчас процесс и этап. Ну, мне кажется, больше 7-8 часов в день плотно работать тяжело просто. Потому что, я уже говорил, что мы работаем с теми громкостями, в которых зрители смотрят кино в кинозале. Поэтому просто долго сложно. Иногда же часто бывает, что, поскольку звук – это финальный этап, завершающий производство кинофильма, а, например, монтажер или режиссер монтажера с режиссером закончили монтировать фильм, не знаю, там, 1 декабря, а на 31 декабря назначена премьера. Я говорю, ребят, мы же договаривались, что нам нужно 3 месяца на звук. Они говорят, ну, вот так вот, графика, мы монтировали. И тогда приходится работать там по 12 часов в день. Мы не работаем над одной сценой от начала до конца. И вот, что пока я не сделаю ее, то я не иду дальше. Нет, так не происходит. В одной сцене присутствуют разные звуковые слои. Это как речь, так фоны, какие-то эффекты, синхронные шумы. И сначала нужно это все либо записать, либо смонтировать из того, что есть. Потом это нужно все сложить вместе и придать этому какое-то общее звучание. И обычно работа над сценой делится на, если мы говорим про пост-продакшн, то есть не на съемки, то она делится на два этапа. Первый этап – это монтаж, когда мы ставим сначала звуки на места. И когда все звуки стоят на местах и уже находятся в каком-то предварительном балансе, вот когда ты все поставил, то можно заниматься сведением, то есть придавать характер звучания этим звукам и находить баланс между ними. И здесь очень важно соблюсти именно этот порядок, что сначала все поставить на места, а потом, соответственно, это сводить. И получается так, что сначала ты работаешь, например, над речью, ты можешь потратить на одну сцену, можешь 4 часа монтировать какие-нибудь там 5 слов, которые два героя говорят друг другу, искать, вычищать, вставить, комбинировать там разные варианты. Соответственно, вот у тебя уже ушло там полдня на это. Потом для того, чтобы писать синхронные шумы, это значит, нужно найти, во-первых, артиста синхронных шумов, который будет за героев на экране ходить, издавать звуки, взаимодействие с разными предметами. Потом, когда это записано, это нужно тоже точно поставить на места, смонтировать. Это еще один этап, который происходит не в день записи, а через какое-то время или, может быть, даже другим человеком. Потом ты начинаешь заниматься окружением в этой сцене, то есть то, что окружает героев, искать фоновые звуки, фоновые шумы. Это обычно происходит еще отдельным этапом. То есть мы не так, что берем сцену, делаем к ней то, то, то и то. А мы, например, берем речь, сначала монтируем, или какой-то один человек может монтировать всю речь, второй человек может писать синхронные шумы и монтировать их, третий человек занимается атмосферами и фоновыми шумами. И потом это все вместе соединяется. Поэтому прямо сказать, сколько времени ушло на одну сцену, очень сложно. Фильм не состоит из набора сцен. И для того, чтобы понять, как должна звучать сцена, недостаточно прослушать эту сцену от начала до конца. Часто нужно прослушать на прямом ходу, ну, может быть, не весь фильм, но хотя бы несколько сцен одну за другой, чтобы понять, как они между собой работают. Мы не фиксируемся на одной сцене часто. Хотя какой-то из этапов можно сказать там на... Для того, чтобы ставить синхронные шумы, например, к одной сцене, там, трехминутной, например, нужно часа четыре. Ну, я так примеру говорю, не стоит прям ориентироваться на эту цифру. Если сцена очень сильно наполнена звуками, и она там, не знаю, там, сцена воздушного боя, или, не знаю, там, сцена... Да, ну, какая угодно сцена. Даже если там в сцене, не знаю, там, 10 персонажей существует. То есть на каждом из них висит микрофон, с каждым надо поработать. В проекте, если там 300 дорожек, на каждой дорожке по, там... Ну, они не одновременно звучат, там, но на каждой дорожке, там, не знаю, там, 50 звуков. Вот 300 умножить на 50, получается то количество, как бы, физических файлов, с каждым из которых надо поработать. Ну, я, как бы, сейчас немножко упрощаю, но глобально, да, и иногда в сцене этих, там, звуков может быть, там, 100, 200, 300. На трехминутной сцене ты можешь работать, там, неделю, например. Легко. Тоже все очень по-разному и очень сильно зависит от режиссера. Вообще, на самом деле, звукорежиссер – это профессия психотерапевта. Ну, то есть мы, как бы, с режиссерами иногда работаем, иногда и с продюсерами психотерапией занимаемся. Иногда даже вот там ручку даем, которая ничего не значит. Режиссер. Режиссер не нравится, не нравится, не нравится, не нравится. Говоришь, ну, давай сам. Даешь ему ручку, вот так, пульта, и, как бы, который ни за что не отвечает вообще. И делаешь все, что ты делал до этого, а режиссер думает, что вот он делает что-то такое, и он, как бы, говорит, вот, сейчас класс. Все. И очень часто так бывает. Взаимодействуешь с режиссером с самого начала. Классно, когда это начинается с этапа замысла, когда режиссер приходит к тебе со сценарием, или даже с идеей, и говорит, вот у меня есть такая идея, я хочу снять фильм. И дальше вы работаете вместе над сценарием, над звуковой экспликацией, и дальше вы работаете вместе на съемках. Ну, то есть чаще всего, конечно, ты работаешь с режиссером. Это со стороны постановки задачи. А дальше, там, я как звуководжесер-супервайзер работаю с командой ребят, с которыми я работаю всегда. То есть каждый из них хорош в чем-то своем. Кто-то классно делает саунд-дизайн, кто-то классно пишет синхронные шумы, кто-то классно работает с актерами на озвучании, кто-то классно пишет площадку. То есть со всеми, с целой звуковой командой мы взаимодействуем. Классный пример. Есть прекрасный режиссер, одна из моих любимых режиссеров, и вообще очень ее люблю. Зовут ее Светлана Николаевна Проскурина. Она такой авторский российский режиссер. Вот, и она, с ней невероятно приятно работать. Она ставит задачу вот как раз прям как я люблю. Она может принести тебе альбом там какого-нибудь там художника, открыть его там на какой-то странице репродукции и сказать, что я хочу, чтобы в этой сцене по звуку было вот так, и показывать на картинку. И дальше ты должен как-то путем аналогий, ассоциаций придумать вот этому визуальному изображению какую-то... То есть создать такое ощущение, состояние, которое есть на этой картине. Это вот как раз про поэзию разговора. Если говорить про Петрову в гриппе, я работал на этом фильме, и там много было сделано для того, чтобы было это ощущение. Мне кажется, там работали абсолютно все цеха, и свет на съемках, и цветокоррекция, и реквизит, потому что там постоянно что-то такое было, какие-то свитера, в которых ему было холодно. И понятное дело, с точки зрения, например, героя Петрова самого, он постоянно в этом фильме, во-первых, шмыгает, он постоянно как-то то ли трясется, то ли вот он какой-то постоянно такой. То есть это комплексные меры. Такая задача точно была. Ее выполнил герой правильный, соответственно, наша задача была сохранить то, что уже сделано. Например, когда мы работали с фонограммой, которая пришла с площадки, надо было всегда оставлять все вот эти его слюни, все его сопли, все его эки-мэки, когда он как-то неуверен там и так далее, чтобы он действительно плохо себя чувствовал. То есть бывает, что мы, наоборот, хотим избавиться от соплей. Например, мы работали над фильмом «Воздух», и там съемки происходили на Ладоге в холодное время, и там абсолютно все люди, которые ходят в кадре, они, поскольку это были холодные съемки, они постоянно там шмыгают носами. Но это так не соответствовало задаче, потому что они должны быть военные, они не должны быть там больные. Такой задачи нет. Поэтому в этом случае мы вырезаем, наоборот, все эти шмыги и хотим сделать их как можно более здоровыми. Или, например, на звучании речевом мы не просим их это делать, чтобы не создавать это впечатление. А для Петрова, наоборот, была задача сделать как можно больше вот этой физиологии, чтобы его трясло, чтобы у него все лилось, чтобы он кашлял. И, соответственно, я помню, как я искал, когда нужно было где-то там он уходит в комнату, из комнаты его не видно, и надо слышать, как он кашляет где-то в другой комнате. Соответственно, ты берешь все дубли, прослушиваешь, где он наиболее больной, наиболее неприятно кашляет, чтобы было правильное ощущение. То есть, да, мы старались, мы старались, чтобы он был больной весь этот фильм. Но это не только наша работа, все работали, конечно же. Конечно, звукорежиссер должен собирать коллекцию звуков. Откуда они берутся? Есть компании, которые занимаются производством фонотек. Они берут, например, либо экспедицию планируют в какой-нибудь там джунгли, соответственно, с большим количеством микрофонов, записывают какие-нибудь джунгли, потом это привозят, все монтируют, и выставляют на продажу, и называют, например, звук джунглей. И там, например, какое-нибудь количество файлов, например, 50 файлов разных джунглей. И так этим классно пользуются, потому что они хорошего качества и так далее. И там, например, с машинами какими-то, они берут какую-нибудь тачку, какую-нибудь Lamborghini, едут на полигон, обклеивают ее всевозможными микрофонами, и вот у вас есть, например, звук Lamborghini. И то же самое есть там фоны разных городов, есть там Нью-Йорк или еще чего-то, но у этого всего есть один минус. Они часто хорошего очень качества, но, во-первых, бывает, что они слишком хорошие, то есть они такие выхолощенные, вот, а во-вторых, они часто не работают, например, под нашу действительность. То есть, если взять из любой фонотеки западной западной звук каркающей вороны, любой человек из России скажет, что это не та ворона. Они каркают по-другому. Вот то же самое, когда мы находимся, например, в электричке, которая там ездила у меня в детстве, то я помню, как звучала эта электричка, на которой я ездила с бабушкой на дачу. Если взять любой поезд, который есть в западных фонотеках, то, ну нет, они так не звучат. Эти электрички должны звучать так, как они звучали. Вот, и наше ухо настолько точно помнит это все, настолько хорошо это фиксирует, что его очень сложно обмануть. Поэтому, конечно, звукорежиссеры должны собирать обязательно и иногда и покупать, и я считаю, что это нормально, когда ты платишь за работу людей, которые записывают звуки и готовят их, и покупать фонотеки, которые готовы, и также обязательно собирать все уникальные звуки, которые записываются на съемочной площадке. И тогда потом мы можем это использовать, комбинировать одно с другим. Конечно, получается то, что нужно. Сколько звуков фонотеки? Я ее только называю фонотека. В английском языке слово library, оно используется всеми. Но в русском языке есть чудесное слово фонотека, то есть как библиотека звуков. Одним словом, фонотека. У нас сейчас, ту, которую мы используем с коллегами по студии, у нас сейчас 600 тысяч файлов. Там есть дубликаты. Это тоже отдельная задача, надо избавиться от этих дубликатов. Но, по-моему, 10 тысяч папок и вот 600 тысяч файлов звуковых. Они могут быть там разной длины, где-то часовой какой-нибудь файл, какой-то очень короткий, там, несколько секунд, но, тем не менее, да, каждый из них – это свой звук. Вот мой мастер, Роланд Ротоваско-Зарян, который там звуковорежиссурой занимался еще в советском кино и много экспериментов всяких дел, он рассказывал про, не помню, какую свою картину, когда он сделал музыку из скрипа. Он нашел в шумотеке своей, а, в масс-фильмской шумотеке, которые собрали другие звуковорежиссеры, звук вешалок. Ну, вешалки где-то в гардеробе двигают, и она так скрипит. И дальше он эти вешалки замедлил на октаву, и из этого они стали, эти звуки стали длиннее, дольше, и получилось такое, как бы, невероятное, такое непонятное из чего, музыка сделана непонятно из чего. Вот это, на самом деле, саунд дизайн. У нас есть в фонотеке чудесный звук, который называется «Крик бомжей». Вот, что это действительно какие-то бомжи, которые кричали где-то там в каком-то дворе. Вот, и поскольку в этом есть правда жизни, то, соответственно, этот звук часто мы используем в разных фильмах. Вот, и прелесть его в том, что это натуральный, в его натуральности, что это действительно какие-то пьяные люди, которые дерутся там в подвороте. То есть, например, я помню, в Израиле я прошел, мы где-то там путешествовали в каких-то горах, и мы нашли пещеру, и в этой пещере, казалось бы, пещера, пещера, а там она была полна мух. Вот у меня есть, например, файл «Пещера с мухами». Почему вот так вот, так вроде нарочно не придумаешь, что в пещере должны быть мухи, а там действительно слышно, что мухи летают в пещере. Была история, когда мы озвучивали хоккей, и нам нужны были звуки коньков. Звуки коньков во время съемок записать, во время реального хоккейного матча записать сложно, потому что орут трибуны, и микрофон несовершенен, как я вам уже сказал, в него попадает все подряд, там абсолютная какофония, нам нужно в идеальных стерильных условиях записать, как капелька воды капает, или, не знаю, там маленький кусочек льда летит и ударяется об лед. Поэтому мы, да, в студии записывая эти коньки, там морозили куски льда в морозильных установках, там попросили у продюсера, чтобы нам купили разные коньки, потому что там фигурные звучат прикольнее, чем, не знаю, чем хоккейные, например, иногда. Хотя выглядят по-другому. Или вообще мы поняли, что так от коньков мы отказываемся, потому что на крупном плане все равно не хватает мяса, не хватает жира. И поэтому мы взяли там топор, кувалду и кололи этот лед топором, потому что это давало более классный, выразительный эффект. Это вообще классный такой прием, он называется замещение, когда ты одними звуками замещаешь. Когда в изображении у тебя одно, а ты другой звук используешь, и выразительно это дает гораздо более выразительный, более художественный эффект, более классный. Еще пример для фильма «Уроки фарси», где была, часть сцен была в бараке, в концлагере, были записаны специально храпы людей, причем они были записаны разные фактуры храпов, то есть там сипящие, кряхтящие и так далее. Вот у нас есть длительные храпы, причем это не просто храп одного человека, это много людей специально храпелые, и, соответственно, потом можно использовать, где-то мы еще использовали в другом фильме, где был другой барак, где должны были спать люди, соответственно, мы можем брать храпы людей и вставлять туда. И так часто происходит, что хорошо записанные какие-то фактуры потом качуют из фильма в фильм. Я тут хотел про антропологию поговорить, потому что это важный, кстати, момент, то, что не все знают, что человек со звуком знакомится в четыре с половиной месяца, когда он в утробе матери. Ну, то есть как бы к плоду четыре с половиной месяца он уже начинает слышать мир. И вот эти звуки, которые связаны с вот этим периодом перинатального развития, звук своего сердца, звук сердца матери, приглушенные звуки, там, кто-то там отец мимо прошел, они как бы дают ощущение защищенности. Звук бьющегося сердца в кино дает определенные эмоции. Я не знаю, какие. Но то, что это работает на уровне подсознания и на уровне антропологии, это точно. Ну, то есть, ну, потом низкие звуки, наверное, тоже с точки зрения антропологии, с точки зрения развития человека как вида, они там могут вызвать эмоции страха. Ну, вот почему там вот в кино низкими частотами пользуются в фильмах ужасов, там, сабвуфером, да, так называемым, когда супернизкие звуки. Потому что когда человек там, не знаю, там 10 тысяч лет назад жил и как бы происходило землетрясение, он вот эти низкие звуки были связаны с эмоциями страха. Если подумать про приятные звуки, то мне кажется, здесь важно сказать про их динамическую структуру, то есть спокойные звуки, которые там резко не меняются, которые как-то плавно изменяются, они могут давать, мне кажется, ощущение умиротворения. Говорят, там, белый шум, как шум моря или что-то такое. Это широкополосный звук, у которого есть широкополосный, значит, у него есть, в нем присутствуют и высокие, и низкие частоты. Они вроде как на кого-то успокаивающие действуют, ну, прям на меня, мне кажется, нет. Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос, надо понять, чего люди хотят в итоге получить. Ну, то есть они хотят, как у простого... Звукорежиссура тоже такое широкое понятие. На самом деле, звукорежиссеры, которые на концерте, там, музыкальной группе делают громче, тише микрофоны, либо расставляют микрофоны на барабаны и как бы коммутируют гитары, это тоже звукорежиссер, на самом деле. Этот он так же называется, но профессия вообще другая. Я могу говорить про звукорежиссуру кино, но есть несколько учебных заведений в России, где-то долго, где-то быстро. Ну, например, у меня нет образования профильного, я закончил Мехмат МГУ. У нас есть, во-первых, высшие заведения, как в ГИК, есть более ускоренные программы. Вот, например, я преподаю в московской школе кино, у нас есть курсы звукорежиссуры и саунд дизайна, и у нас программа рассчитана на чуть больше года, там, не совсем год, получается, чуть больше года. И плюс нашей, например, программы в том, что, во-первых, кроме каких-то технических знаний и творческих заданий для звукорежиссера очень важно быть в среде. И это хорошо и во ВГИКе, например, и в московской школе кино, что там, кроме звукорежиссеров, также учатся режиссеры, актеры, операторы и так далее, есть студенческие проекты, которые, собственно, создаются усилиями школы, потому что звукорежиссер сам по себе никому не нужен, поэтому самое важное, чтобы обучение звукорежиссуре было в каком-то месте, где есть также, скажем так, полный цикл производства, а полный цикл это начиная от разработки сценария, то есть даже работа звукорежиссера над фильмом начинается не в постпродакшене и даже не на съемках, но начинается вместе со всей съемочной группой с разработки сценария. Опыт работы над фильмом от начала до конца, он очень важен потом. Единственный критерий, который есть, например, у меня, это нравится или не нравится. Есть, правда, например, у кино, у картин сложнее, у живописи, например, у кино есть один более-менее объективный критерий, это сборы. Кино было вначале-то не звуковое, потом почему-то решили, что все-таки нужно добавлять туда звук, и добавляли-добавляли, и мне кажется, что двигателем это было, ну, во-первых, желание как-то более полно рассказать историю, во-вторых, мое предположение, что просто сборы фильмов, в которых была проведена работа над звуком, они были больше, чем сборы у фильмов, у которых, например, вообще не было звука. Там, например, певец джаза, джаз-сингер, первый звуковой фильм, у него там были какие-то сумасшедшие сборы, соответственно, что происходит дальше? Продюсеры оценивают именно вот этот критерий сборов и вкладывают в это больше денег, поэтому, но это не прямой критерий. Мне кажется, чтобы оценить работу звукорежиссера на фильме, можно таким образом, что если ты за просмотр всего фильма ни разу не подумал о работе звукорежиссера, то в целом его работа сделана неплохо. Если фильм как бы в целом произвел на вас классные впечатления, то там точно хороший звук, а дальше уже надо разбираться почему. Звуковая картина, она может быть создана из реальных звуков, но не то, что мы пришли в парк, где там красиво поют птички, плавают лебеди, журчит речка и слышно сосны. Мы не можем прийти в парк, встать посреди парка и записать этот парк, потому что это будет неуправляемая история, в которой будет вот эта самая какафония. Мы будем слышать дорогу, которую на самом деле не видно, и так далее. Поэтому может звуковая фактура фильма состоять из реальных звуков, но каждый этот звук записан отдельно и потом в нужном балансе смешан друг с другом. Часто ли бывает, что то, что мы видим на экране, звук для него создается не с помощью этого же предмета? Да, так бывает часто. Я работал над каким-то кусочком, и там был такой душ, и вот из него начинала течь вода. И вот я беру, что первое приходит в голову? Нужно взять фонотеку и сказать «Душ, вода». Ты подставляешь и слышишь какую-то ванную комнату. Думаешь, ну ладно, надо еще добавить, еще душ, вода. Берешь другой душ. В итоге, пока я не добавил туда звук водопада, оно не давало на экране того ощущения, которое мне хотелось, чтобы оно было. И вот таких примеров очень много, что ты ищешь звук не потому, что действительно на экране, а потому, какое ты хочешь этого ощущения. То есть бывает, что мы намеренно там добавляем, например, чтобы если хочется, чтобы звучал монстр какой-нибудь, то мы подмешиваем к голосу героя, мы можем подмешивать, например, какое-нибудь рычание каких-нибудь животных. То есть, например, я недавно подмешивал параллельно рычание какого-то льва, тигра и еще кого-то и сопения. Вот когда параллельно это все подмешиваешь, не на том уровне, чтобы это явно было слышно, а на уровне, чтобы это работало как-то немножечко на подсознание. Вот. И часто ты добавляешь вот эти какие-то неявные вещи, с ними звучит хорошо, но ты их явно не слышишь. Но при этом если ты их выключаешь, жмешь мьют на треке, ты понимаешь, что чего-то не хватает. Классный очень «Вавилон», например, вот последний. Офигенный, он просто сделан по звуку, офигенный, очень тонкий там сделан вещи. Ну, вообще, я очень люблю как мюзиклы сделаны иногда, просто невероятно. но Бёрдман круто сделан по звуку. Я могу назвать фильм «Апокалипсис сегодня». И это хороший пример фильма, где нет такого, что вот прям там специально сделан хороший звук, на него было потрачено какое-то сумасшедшее количество всего, вот, денег, времени, пленки, там, и так далее, ресурсов, вот. И этот фильм показывает, что в нём звук соответствует тому, что есть на экране, и соответствует очень хорошо. Поэтому я рекомендую посмотреть этот фильм, и это один из первых фильмов, кроме того, который был сделан в формате не стерео, и это оправдано в этом фильме, там, действительно, это используется, начиная с самой первой сцены, когда герой лежит на кровати, и вокруг него то ли летает вертолёт, то ли крутятся лопасти вентилятора. И там, в этом фильме, много этих моментов, и как они летают на вертолётах, и там звучит полёт Валькирий, вот. И, ну, много, много чего сделано, и оно очень оправдано происходящим на экране. Из советского кино я, например, очень люблю «Сталкер», потому что там невероятная атмосфера, поэзия и драматургия. Вот. Всем рекомендую. Хотя это кино, сделанное в формате моно, но ты его смотришь и понимаешь, что это невероятные, конечно, невероятные какие-то вещи. Я сейчас покажу кусочек из фильма «Лето», и сначала я покажу, как это звучит в финальном миксе, то есть всё вместе. Вот эта сцена, начало сцены, там часть героев переозвучена, например, главный герой вообще был полностью переозвучен другим человеком, а часть героев, они были записаны на съёмочной площадке, при этом звучат все одновременно. Пока смотрим всё вместе, как это звучит в фильме. Тебе государство образование дало, государство тебя учило, а зачем? Чтоб ты дом построил, семью создал, чтоб ты дерево посадил, а ты орёшь! Слушай, орут секс, как хозёл, орут секс, я боюсь. У меня свой неповторимый стиль. Теперь давайте посмотрим собственно с чего это состоит. Мы сначала послушаем то, собственно, что пришло с площадки. Тут есть часть звука, который был записан на съёмочной площадке. Вот как это звучит. Тебе государство образование дало. Государство тебя учило. А зачем? Чтоб ты дом построил, семью создал, чтоб ты дерево посадил. Да, да, да. А ты орёшь! Слушай, орут секс, как хозёл. Орут секс, кистос, я бою. У меня свой неповторимый стиль. Ну, очевидно, что здесь, несмотря на то, что всё хорошо записано, здесь точно чего-то не хватает. Например, ощущение пространства и электричка вроде тоже как бы есть, но при этом недостаточно этой электрички для того, чтобы поверить в то, что действительно они в ней едут. Давайте посмотрим следующий слой. это собственно вот эта электричка. я сейчас верю, что это та самая электричка, в которой я ездил в детстве на дачу. и надо сказать, что здесь был уникальный случай, потому что поскольку на съёмках вся эта электричка действительно ехала по путям, и у него было несколько вагонов, соответственно, съёмки были в одном, а в одном из других вагонов была возможность поставить стереомикрофон и записать звук движения поезда так, чтобы он соответствовал тому, что находится за окном. То есть мы слышим разгон поезда, мы слышим вот этот стуки там чего-то, и оно синхронно как бы с реальным движением поезда на экране. Вот. Следующий слой это синхронные шумы. Сейчас ближе к концу послушаем. Что это такое? Это, собственно, взаимодействие с окружающим миром, с миром, который окружает героев. И откуда взялись все эти звуки? Они были записаны после съемок в студии синхронных шумов артистам синхронных шумов. Вопрос. слышим ли мы это все настолько ярко, когда мы слышим все вместе? Нет. Настолько четко мы не слышим. Нужно ли это записывать, чтобы это была бутылка, например, с жидкостью, чтобы там действительно что-то было? Конечно, нужно. Давайте посмотрим еще то, что у нас называется звуковыми эффектами. Это еще один закон жанра, что в киноязыке современном все драки, все взаимодействия кулаков с телами героев в том или ином виде мы стараемся утяжелить. Хотя, может быть, на самом деле так эти драки не звучат. Но если этого не сделать, то в кино это выглядит не очень убедительно. Вот, например, еще тоже отдельно записанные звуковые эффекты. То есть здесь мы понимаем, что герой как бы ушел дальше, но при этом то, что происходит там немножечко у него за спиной, мы все равно должны слышать. Тоже не очень явно, но при этом оно присутствует в фонограмме. Или, например, вот в этом кусочке. здесь тоже не очень отделимые, когда мы слушаем все вместе, не очень отделимые мультяшные такие звуки драки, но которые в данном случае обусловлены тем дорисованным графическим графическими элементами и мне кажется вполне уместны по общей стилистике этого то ли клипа, то ли мультика с дорисованными какими-то вещами. И здесь можно так немножечко пошалить, добавить звуков, которые, казалось бы, в кино не стоит использовать, а скорее они подходят для какого-то игрового мультика. И вот, например, эффект стоп-крана, который по всем законам должен быть очень жирным, очень ярким. Это часто бывает такая задача, какие-то вещи, которые, может быть, в реальности не настолько явно звучат, но при этом в кино, когда у нас есть на них какой-то акцент, мы хотим, чтобы они звучали мощно, жирно и ярко. Вот давайте послушаем отдельно, как звучит стоп-кран. Субтитры создавал DimaTorzok